Здравствуйте! Время новостей в Туле. С вами Анна Болоцова. О самых важных событиях к этой минуте прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он написал заявление по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация, что на митинге в Хакасии депутат из Тульской области разбил камеру местных журналистов. По утверждению ресурса, это был человек, похожий на Богдана Павленко. Бывший сотрудник Тульского управления Государственного автодорожного надзора по Тульской области отправится в колонию за получение взятки в особо крупном размере. Следствие установило, что мужчина, занимая должность старшего инспектора, проводил проверку одного из частных перевозчиков и предложил предпринимателю ежемесячно передавать ему взятки в размере до 55 тысяч рублей. Так он получал взятки более года. 11 апреля он был задержан, когда принимал очередную сумму. Пролетарский районный суд назначил бывшему инспектору наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в сумме более 3 миллионов рублей и запрета заниматься определенными видами деятельности на несколько лет. Следственный комитет возобновил расследование убийства уроженца Щекина певца Игоря Талькова. Трагедия произошла 6 октября 1991 года. Потерпевший признана вдова певца. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы Игоря Талькова о признании ее потерпевшей, поскольку мать певца умерла, заявили в Следственном комитете по Санкт-Петербургу. 19 марта 1993 года производство по уголовному делу приостановили, так как обвиняемый Валерий Шляфман скрылся от следствия, выехав на постоянное место жительства в Израиль. Только что отстреляли в Игоре Талькова. За кулисами был выстрел в Игоре Талькова. Спустя 27 лет уголовное дело было возбуждено снова. 6 октября 1991 года Игорь Тальков был убит в перестрелке во дворце спорта Юбилейной в Санкт-Петербурге. До сих пор его убийство считается одним из самых громких в истории российского шоу-бизнеса. Ранее в качестве потерпевшей была признана мать Игоря Талькова. В настоящее время следствием удовлетворено ходатайство вдовы музыканта о признании ее потерпевшей. Она сама обратилась в следственный комитет, поскольку изменилось законодательство и теперь стало возможным вынесение приговоров заочно. Сын певца в интервью каналу Москва-24 заявил, что не видит в новом расследовании перспектив. Меня никогда не волновал непосредственный исполнитель этого всего. Меня больше волновал всегда философский идеологический вопрос. То, что отец был не жилец, это уже понятно было после его последней песни, адресованной Ельцину. А как это все сделано, я всегда считал, что все участники известные нам этой драки, сама они также пострадали. Друзья музыканта новость о возобновлении дела восприняли по-разному. В школе номер 11 города Щекина мы встретились с Игорем Лосенковым, который учился в параллельном классе с артистом. Много лет назад они задели друг друга в коридоре и, как и принято у ребят-пятиклассников, подрались, выясняя, кто из них прав. Так было положено начало большой дружбы. После того концерта питерского, где трагический случай, он должен был приехать в Тулу. Вот это его слова были, он обещал приехать в Тулу, в Щекин, обязательно выступить перед земляками. Афиши тех лет – стихи и гитара Игоря Талькова. Памятные вещи в школьном музее собирали, что называется, всем миром. Их передавали друзья музыканта, близкие и просто почитатели таланта. Один из экспонатов музея – это свитер, который вязала мама Талькова для занятия Игоря хоккеем. Он всегда мечтал играть в команде и даже нередко говорил «умру, но стану хоккеистом». Но его захватила музыка. Концерт в Питере, на котором был застрелен Тальков, в графике артиста появился случайно. В этот день он должен был выступать в Сочи. Но у судьбы были свои планы. Основным подозреваемым по делу об убийстве все эти годы считается концертный директор артиста Валерий Шляфман. Существует ли у Давыда Талькова какая-то новая информация для Следственного комитета – неизвестно. Подробности пока не разглашаются. Независимо от исходов дела, события 1991 года останутся в памяти поклонников и близких. 6 октября они почтили память артиста, возложив цветы к мемориальной табличке во Дворце спорта юбилейной в Питере и памятнику, установленному у Дворца культуры в Щекино. В Узловой появится новый полигон твердых бытовых отходов. Об этом свидетельствует документ, который накануне подписал председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он распорядился и перевести земельный участок площадью 40 тысяч квадратных метров под полигон ТБО. Площадка расположена в двух километрах от деревни Большая Рассошка. Согласно территориальной схеме обращения с отходами, в регионе планируется построить пять таких объектов. Этот документ говорит о том, что в Узловском районе возникнет новый объект захоронения отходов. И если брать по документам правительство, которое есть, территориальная схема, региональная программа и план действия правительства, то мощность этого полигона 240 тысяч тонн в год. Красный и крас тульских развалов опасны для здоровья и жизни. К такому выводу пришли сотрудники регионального следственного управления и прокуратуры. Сейчас специалисты надзорных ведомств ведут поиски лиц, которые отвечают за производство и поставку продукта. Им грозит уголовная ответственность. Илья Логинов узнал, на каких тульских улицах торговцы продолжают незаконно продавать икру. Огурчики, помидорчики, грибочки и икра. Но только баклажанная. Красный на развалах не обнаружено. Ее торговцы покинули Тульской Заречи еще неделю назад и пока не возвращались. Как говорят их коллеги по уличному базару, торгаши икрой залегли на дно и ждут, пока шумиха спадет. Значит, у нас как? Ага. Раз наказали, два наказали, три. А им по хрену. Значит, получается, народ троим? Мы спросили, вот здесь тоже постоянно торгует охрана, да? С оптовки? Он сказал, знаете, таким Г на оптовке не торгуют. Откуда они берут-то? Этот же вопрос интересовал инспекторов, которые зафиксировали факт незаконного сбыта продукции в сентябре этого года. Ответа они не получили, но протокол составили. Спустя месяц и сам товар был признан незаконным и опасным для жизни. Следователи возбудили уголовное дело за сбыт продукции, не отвечающей требованиям. В настоящий момент установлено, что 19 октября 2018 года сотрудниками МВД России по Тульской области была проведена закупка продукции в виде икры различных пород рыб в заводской упаковке. В последствии данная продукция была направлена на исследование. И в результате этих исследований получены выводы о том, что данная продукция небезопасна для жизни и здоровья граждан. Сотрудники надзорных ведомств продолжают выявлять места незаконной торговли опасной икрой по всему городу. Мы также проехались по Туле. Нашли только старушку с тремя баночками. Она сидела напротив на незакрытого рынка «Салют» и покинула место при виде камеры. На территории значительного количества и Зареченского района, и Центрального района также указанная продукция изымалась. И в настоящее время также решается вопрос о возбуждении аналогичных уголовных дел. И рассматривается будет уже вопрос о соединениях в одно производство в случае, если будет установлено, что здесь единый канал поставки. В рамках расследования сотрудники прокуратуры работают над поиском канала поставки продукта. Предположительно, он находится в Московской области. Более конкретное место в прокуратуре пока не называют. Расследование уголовного дела продолжается. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Сергей Давыдов. Новости Тулы. Это все, что мы успели рассказать к этой минуте. Больше новостей вы найдете на нашем сайте tsn24.ru. С вами была Анна Молодцова. До свидания.